Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Алина Красильникова. Весь мир гадает, кто же станет новым президентом США. Гонка разогналась нешуточная. Покушение на Трампа, самоотвод Байдена и новый кандидат от демократов. Что будет дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следом, 21 июля президент США демократ Джо Байден отказался от своего участия в выборах. За выдвижение от демократической партии согласилась бороться вице-президент Камала Харрис. Байден заявил о том, что он отказывается от участия в президентской гонке. И он вместо себя рекомендовал выдвинуть в качестве кандидата демократической партии Камалу Харрис. Камала Харрис в настоящее время выполняет роль вице-президента в администрации Байдена. Ну и таким образом мы можем сказать, что в принципе и Байден, и Харрис это одна команда. И на данный период времени нет никаких оснований каким-то образом разводить политические позиции двух этих лиц. То есть Байдена и Харрис, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что они представители одной политической партии, одной политической команды. И никаких вот оснований думать о том, что, например, в данный момент Камала Харрис будет занимать какую-то иную позицию, отличную от той позиции, которая была у команды Джо Байдена ранее, ну оснований у нас нет. Что известно о новом кандидате на пост президента. Камала Харрис выступает за переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии и снижение масштабов выбросов углекислого газа в атмосферу, за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, а также за увеличение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для небогатых слоев населения. По вопросам социальной политики, вице-президент США изначально поддерживала идеи сенатора Берни Сандерса о здравоохранении для всех и полном финансировании этой сферы из бюджета. Однако позже высказывалась за сохранение возможности выбора между частной или государственной медицинской страховкой. По сравнению с Байденом, конечно, Камала Харрис более динамичный политик. Она происходит родом с Ямайки, достаточно сложная семейная история. В прессе есть информация, что она из семьи смешанной рабов и рабовладельцев. Достаточно интересная такая биография ее семьи. Но я думаю, что это прямого отношения к делу иметь не может, поскольку все будет определяться теми политическими заявлениями, которые будут реализованы Камалой Харрис уже после того, как состоится ее официальное движение на съезде Демократической партии в Чикаго. И вот там, где это произойдет, вот мы уже на основании ее выдвижения и дальнейших ее заявлений, лозунгов, мы уже четко можем характеризовать ее политическую позицию. Нужно отметить, что политическая позиция Камала является недружественной по отношению к Российской Федерации. В этом вопросе, конечно, совсем не стоит разделять Харрис и Байдена, ведь они и их команда выступали за санкции, которые вводились против России на протяжении всего времени. Делали различные недружелюбные заявления в отношении нашей страны и многое другое. С точки зрения российских интересов, по словам эксперта, пока никакого оптимизма появления на политической арене Камалы Харриса вызвать не должно. Однако к миграционной политике она довольно лояльна. Все-таки в Америке очень большое количество тех, кто может проголосовать за демократического кандидата, это раз. Во-вторых, достаточно большое количество выходцев из, скажем так, Африки, азиатского региона, то есть цветных избирателей, которые, наверное, будут склонны голосовать, опять же, за Камалу Харрис по разным причинам. Ну, в частности, одной из таких причин является то, что Камала Харриса достаточно лояльна к миграционной политике при езду мигрантов в Соединенных Штатах. А Трамп, в свою очередь, миграцию заявлял несколько раз, что будет любыми путями, ну, скажем так, ограничивать. Поэтому представители волны новых мигрантов, они будут, конечно, скорее всего, голосовать за Камалу Харрис. Вступление Камалы Харрис в президентскую гонку может изменить расстановку сил. Для Дональда Трампа ее появление в качестве противника скорее нежелательно. Ему бы, конечно, интереснее и проще было бы противостоять Джо Байдену. В то же время уход Джо Байдена расцениваться как крайняя неожиданность не может, ведь мы могли наблюдать за тем, как на протяжении своего срока президент США вел себя крайне неактивно. Кто победит, покажет время. Ну, а мы пока можем только рассуждать. Карина Саяхова, Универ Новости. До завершения приемной кампании осталось совсем немного времени. Именно сейчас начинается самая волнующая и ожидаемая пора – подача оригиналов документов и подписания списков поступивших. А наша информационная редакция продолжает ближе знакомить вас, дорогие абитуриенты и студенты, с институтами Казанского федерального университета. Далее – Институт геологии и нефтегазовых технологий. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета – это высшее учебное учреждение мирового уровня, оснащенное современным техническим оборудованием высокого класса. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов в области геологии, нефтепереработки и добычи нефти. Всего в институте обучаются более тысячи студентов не только из России, но и из-за рубежа. В 2024 году Институт геологии и нефтегазовых технологий принимают студентов на бюджетную и контрактную форму обучения. Так, на бакалавриат выделено порядка 170 мест и 109 мест на магистратуру. В структуру института входят 11 профильных кафедр, которые охватывают весь пласт нефтяной отрасли. Подготовка кадров, которые проходят обучение по бакалаврской степени, ведется по двум направлениям – геология и нефтегазовое дело. Россия – геологическая страна, Россия – нефтяная страна. Сегодня даже по минимуму более 33%, более трети федерального бюджета наполняются за счет доходов именно в области геологии, нефтегазовое дело. То есть это нефтегаз, другие полезные скопаемые. То есть огромнейшая страна, которая занимает, как говорили, шестая часть земли была. И, конечно, у нас все виды полезных скопаемых есть, в том числе по газу мы в первые в мире, по нефти мы в первую пятерку входим, по запасам и по добыче выходим вообще в первую тройку постоянно входим. Магистрская степень представлена большим разнообразием образовательных. Здесь ведется подготовка по таким профилям, как современные геофизические технологии поисков и разведки месторождений углеводородов, перспективные геоинформационные технологии в геологии и геофизике, геологии и геохимии нефти и газа, стратеграфия, геология месторождений полезных скопаемых, инженерная геология и гидрогеология, урбанизированных территорий, освоение высоковязкой нефти и природных битумов. Также реализуется программа подготовки на английском языке на профиле комплексного анализа данных нефтегазовой геологии. У нас довольно обширная магистратура. У нас практически, наверное, процентов 80 бакалавров, как правило, поступают в магистратуру. Остальные 20% тоже поступают в магистратуру, но уже потом, когда, может быть, поработают некоторые ребята, вот хотят просто сразу поработать, такая возможность тоже существует. Выпускники института работают во всех уголках нашей Родины, а также и за рубежом в топовых нефтяных компаниях, таких как Сибур, Татнефть, Газпромнефть и многих других. Важно, что именно в стенах Альма-Матр у студентов появляется возможность не только получить качественную теоретическую базу, но и попрактиковаться в современных лабораториях и научных центрах. У ребят есть возможность пройти производственную практику на предприятиях мирового уровня, получить новые знания от специалистов в своей области, набраться опыта и, что самое главное, затем трудоустроиться в крупнейшие компании. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. По словам Даниса Нургалиева, учиться в институте сложно, но интересно. Дружная и профессиональная профессорско-преподавательская команда помогает студентам погрузиться в науку и изучение геологии и нефтегазовых технологий. Неспроста институт славится не только высоким качеством образования и совместными проектами с крупнейшими мировыми компаниями в сфере нефтедобычи, но и именитыми студентами. Помимо насыщенной образовательной деятельности по учебному плану, у студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета яркая студенческая жизнь, полная всевозможными культурно-спортивными мероприятиями и научными конференциями. Приходи, Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета ты можешь изучать языки, заниматься научной деятельностью, а после стать высококвалифицированным специалистом в самых разных областях. От органов власти и управления до Министерства иностранных дел Российской Федерации. Как поступить, расскажем в сюжете. Казанского федерального университета 25 направлений подготовки. Временно исполняющий обязанности директора Раиль Фахруддинов рассказал о наиболее популярных направлениях среди абитуриентов. Традиционно это международные отношения, востоковедение, лингвистика, конечно же. Но в этом году несколько неожиданно для нас достаточно большой популярностью пользуется история. Я это связываю и с тем, что сейчас и страна обращает особое внимание на историю, ну и соответственно указ президента, народ потянулся. В институте на сегодняшний день более 5600 обучающихся, в том числе более 820 иностранных граждан из 48 стран мира. Научно-педагогическую деятельность обеспечивают ученые самого высокого уровня, среди которых один академик и один член-корреспондент Российской Академии Наук, три член-корреспондента Академии Наук Республики Татарстан, 50 докторов и более 200 кандидатов наук. Для абитуриентов представлены все ступени высшего образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура. На сегодняшний день у нас около 20 тысяч заявлений, поэтому конкурс уже на те направления, которые я сказал, там достаточно большой, но при этом мы не забываем развивать какие-то новые направления, их достаточно много, они прежде всего связаны и как с международным отношением, так с востоковедением, так и с историческим, охрана культурного наследия, ну и так далее, так далее. Выпускники, как показывает практика, работают в органах власти и управления, муниципальных органах занимают ключевые позиции в международных отделах крупных компаний, международных организациях, в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации, в востребованных областях экономики и науки. И это, по словам Раиля Фахрудинова, одна из главных составляющих высокой репутации института. Однако прежде чем стать полноправным героем всей истории, необходимо набраться опыта. Студенты, где только у нас практику не проходят. Педообразование в школах проходит, проходит в государственных структурах, это Министерство иностранных дел, это бизнес, практически все направления у нас охвачены. Ну и надо понимать, что вот это прохождение практики, это одна из основных составляющих подготовки успешного специалиста, успешного выпускника. Поэтому вполне естественно, что так же, как и все остальные институты, мы деляем особое внимание именно практической подготовленности, организации практики. Ну, легче перечислить, где не проходит практику. Изюминка института – это, конечно, языковая подготовка. Практически на всех направлениях обучения предусмотрено преподавание двух и более языков, среди которых английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, турецкий, арабский, фарси, китайский, японский, корейский, хинди, индонезийский, вьетнамский, африканский, а также латинский, древнегреческий, староосманский и старо-татарский. Вы знаете, если в прошлые годы один язык, ну, два, мы сейчас этим не ограничены, если мы пытаемся создавать и три языка, это такая вот некая сфера, которая привлекает. Надо еще понимать и другое, что знание иностранных языков, и особенно сейчас восточных языков, вот особенно популярный китайский язык, конечно, да, широкая вот эта линейка иностранных языков, она позволяет себя, выпускникам, реализовать свои будущие профессии. Они это понимают, ну, я подозреваю, что здесь большую роль родителей тоже играет, друзья играют более старшего возраста, поэтому иностранные языки, повторюсь, это наша изюминка, и во многом она обеспечивает такое большое количество желающих учиться. Нельзя не отметить широкое сотрудничество с международными и российскими научно-образовательными центрами, собственный центр развития компетенций «Универсум плюс». Многочисленные культурные программы с изучением европейских и восточных языков способствуют формированию студентов высокого уровня языковых компетенций и обеспечивают широкие возможности для их профессионального роста и дальнейшего трудоустройства. Приходи, Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета ждет именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова